Ну что ж, всем шаббат шалом, суббота, по-моему сейчас сколько время? 7 утра, всю ночь подготавливал для вас презентацию и отправил ее, сейчас она у вас на рабочих столах, ну по крайней мере в телеграме. Друзья мои, ну в общем настало время, когда нам надо уже объединиться и сделать красиво, сделать хороший фестиваль. Мы очень долго готовились к этому, я готовился к этому практически всю свою жизнь, многих из вас я подключал на разных стадиях, в разное время, при разных ситуациях и совершенно при разных обстоятельствах. И наконец-то я думаю, что настало то самое чудесное время, когда можно все это сделать. 2024 год, ну образно говоря, конец цивилизации современной, Калиюгу отменили, надо наслаждаться жизнью, так давайте ее и наслаждаться. В конечном итоге вся наша жизнь для чего нам дана? Не для того, чтобы страдать, а для того, чтобы получать хорошие, правильные, качественные уроки. И передавать их подрастающему поколению. Давайте это сделаем в виде фестиваля. Фестиваль туризма, фестиваль современной этнической музыки, фестиваль кочевой культуры народов мира. Это не обязательно только Казахстан, кочевники у нас, знаете ли, по всему миру, кашпинделеры, номады, кочевники, их можно назвать по-разному. Определение дали миллионы. Собственно говоря, как вы кочевниками не назовете, он все равно кочевник. Я такой же кочевник, как и вы, я не сижу на одном месте, мне интересно путешествовать, мне интересно познавать этот мир. И, разумеется, мне безумно интересно встречаться с вами. Сейчас в группе в основном организаторы, те, которые работали над проектом фестиваля довольно долго, это Алик Басин, это Григорий Евсеев, Центрально-Азиатское географическое общество. Это Дмитрий Петрухин, наш главный байкер казахстанский. Ну, он как бы лицом байкерского движения Казахстана. И Алена Гордеева фестиваль форе, Жан Костеев спиритов тенгри. Также я добавил в группу в качестве мастера и админа нашего чудесного, всеми любимого, любимого и обожаемого Стаса Мацкевича, человека, который реанимировал фестиваль Азия до усы. Кстати, было бы неплохо сделать Хазар до усы или Каспий до усы. Ну, то есть, как вот, надо подумать еще. Благодарю. Проект фестиваля вы увидите, я вам его выслал. Он планировался сначала на 17-й год, потом на 19-й, ну и в конечном итоге 24-й год, когда ни ковида, ни каких, ну, особых препятствий нету. Развитие туризма в Мангстау достигло практически своего пика. И нам надо просто подтолкнуть. Подтолкнуть саму идею, которая, кстати говоря, взяла гран-при на международном фестивале туризма в Астане. Наш фестиваль, я не говорю мой, потому что, да, я автор проекта, да, я его придумал, да, я генератор основной. Но я не один, и один я никогда не был. Я всегда искал единомышленников. И вот сейчас в этой группе в основном единомышленники. Москвичи, лондонцы, сетлчане и огромное количество казахов, которые рассеялись по всему миру. Казаков, если бы, точнее, мы же живем в Казакстане. То есть, стал казаков. Казак – это казак, белый гусь, свободный шаловек. Так вот, давайте будем свободными шаловеками и сделаем вообще шаловеческий фестиваль. Мы это умеем. Я имею большой опыт в проведении и организации не только фестивалей, но и больших крупных презентаций, международных презентаций. Одна из них, прям самым первым роликом, – это проект «Рождение звезды киндеры». Мы его сделали специально для президента буквально за четыре дня вместе с Розой Абдахамитовной Асанбаевой и архитекторами, ребятами, которые занимались архитектурой, по-моему, если не ошибаюсь, в Дубае. Был это год, не помню какой, но это мы закладывали первый камень в Актау-Сити. Мы с Кребеком Емельевичем Кушурваевым задумали как-то, а почему бы там не забабахать Актау-Сити? И вообще, и киндер-ли сделать. Ведь когда было открытие зоны отдыха киндер-ли, а это был вообще очень-очень далекий год, не помню даже какой, по-моему, что-то вот прямо начало двухтысячных, когда базу отдыха киндер-ли построили, и была презентация, день рождения у Нурсултана Бишевича, как-то вот так неожиданно совпало с открытием базы отдыха. Случайное совпадение совершенно. В тот далекий год Акимом в Гастау-Стай области был ляззат Китибаевич Киинов, и он, собственно говоря, попросил меня поучаствовать в этом проекте. И вот с тех пор я как-то вот неугомонно и неудержимо пытаюсь развивать то, что начал мой великий дед Козлов Евгений Иванович, который был... Он был не первым начальником западно-казахстанской железной дороги, имеется в виду гражданской части, а, по-моему, вторым, но именно он был самым эффективным и самым максимально продуктивным начальником гражданской части западно-казахстанской железной дороги. Он построил станцию Монгешлак и всю придорожную инфраструктуру. В 68-м году мой отец Козлов Владислав Евгеньевич Джамбульский, естественно же, мы все из Джамбула корнями. Сначала из форта Верма, потом Станицефийская, форт Верне, потом Алмата, потом Великое Вернинское землетрясение, переехали в Аулия-Ата, в Джамбул, в общем, там закрепились. Мы потомки Петра Кузьмича Козлова, ну, чего тут скрывать. Ну, а если уж быть точнее, то Николай Михайлович Пржевальска по отцовской линии. Ну, а по материнской линии я барон Мюнхгауза. Да. Так вот, почему я все это? Это к тому, что мне жутко нравится эта земля, я здесь взрос, я в нее врос. С 68-го года вместе с отцом я объездил практически все самые красивые места Монглишлака. Я обнаружил для себя магию этого места, будучи еще совсем ребяткой. И вот с тех пор я пытаюсь людям донести красоту этого места, его магическую силу, его удивительные энергии, его невероятную первозданность, невероятную просто вот красоту и масштаб. Это огромная территория, и это сливная горловина мира. Ну, если вы уже проснулись, то, наверное, понимаете, что наш мир не совсем такой, какой нам говорят. Да. Мы не на шарике, нет никакого космоса, это все сказки для... А, простите, плебеев. Все патриции всегда знали, что Земля у нас, в общем-то, ну, не совсем плоская, но она под куполом. Это подводная база, и она одна из множества подводных баз, облепленных на огромном планетуете. Вот, над нами вода, под нами вода, ну, под нами там миры целые, там все в порядке. Залы Аменти и прочее, прочее. Вот, будет любопытно, ну, послушайте Откровение инсайдера 2000 с пометкой срочно, ну, или просто Откровение инсайдера на канале Оленус. Ссылочку я вам сейчас скину на его канал. Там же изумрудные скрижали и тот от лапта, там же Откровение моего отца, который называют Откровение инсайдера. Да, это был мой отец. Там же Ок Телес, Август Телес, и если вы его внимательно послушаете, у вас просто отвалятся все вопросы к тому, кто мы, где мы, что мы тут делаем и так далее и тому подобное. Так, что очень важно. Важно, чтобы вы сейчас максимально включились в процесс и начали генерировать свои идеи и выкладываете их прямо на канале. Я пока не буду ограничивать комментарии. Можете общаться, можете переписываться, создавать внутри канала сообщество. Если это необходимо, то мне позвонили, да, я окей, я прям создаю группу. Контролировать канал сразу несколько человек не смогут, потому что получится хаос. Вот дабы этого хаоса не получилось, пока я единоличный, если вы позволите. Шашкой помахаю. Как только мне надоест шашкой махать, и я пойму, что я уже слишком замахался, и я ею, тогда получите права доступа к администрированию всем непосредственно проектам. Так, ну что, собственно говоря, я практически все самое главное вам сказал. Управление фестивалем будет идти отсюда, из этого кампуса, кампус Индиго Бэй. А почему Индиго Бэй, объясню. Индиго Бэй это голубая бухта, ну или бухта цвета индиго. Дети Индиго, ну не надо вам объяснять, что такое Индиго, хорошо? Не буду заниматься злобобуде очередной. Бухта людей, увлеченных жизнью, наслаждающихся самим процессом познания мироздания. Его уникальность, его потрясающей красоты и удивительной, совершенно удивительной архитектуры мироздания. Архитекторы Матрицы очень хорошо над ней постарались, Матрицы великолепные. Не забывайте, мы в игре, это все аватары, игровые приставочки прекрасные. Каждому из вас дали великолепную игровую приставку под названием Тело. Да пользуйтесь этой приставкой правильно и постарайтесь все-таки заставить свой мозг не управлять вами, а научитесь управлять мозгом и сразу же станет легче жить. Что касаемо фестиваля, вы там, где вы там, а, вижу вас. Так вот, что касается фестиваля, мы решили как-то, собрались Алик Басин, Алена Гордеева, Жан Костеев, наши очень многие музыканты, казахстанцы, мы же казахи, мы же заряжены, казаки, казаки, казачество. Мы хазары, мы хазарский каганат. Так что, ну, расслабьтесь, мы не злодеи. Хоть с нами и пытается англосаксонская мафиозная группировка воевать, но у них как-то уже не особо получается. Поэтому, будучи потомком царской династии, имея какие-то первогены первотворца и звание командора, да, да, командора, 33-й градус, масоны, бла-бла-бла. Мы миром не управляем, вы сами им управляете, так как хотите. Вообще, собственно говоря, все происходит исключительно по вашей воле и желанию. Так что у вас больше власти, чем вы думаете. Не мы контролируем все. Мы наблюдаем. Хорошо, окей. Никто, кроме нас, увы, за вами почему-то не наблюдает. Так вот, мы собрались и подумали, слушайте, ну, хорошая местечка, да, у нас Торыш, это самое лучшее место для Бёрнинг-Мэн Хазакстан. Так давайте сделаем не Бёрнинг-Мэн, а его некий аналог и назовем его Тенгри-Мэн. Или просто Человек-Тенгри. Многим очень любопытно было, почему я постоянно вам говорю о вещах, которые вам не совсем понятны. Дело в том, что я как бы не совсем человек в обычном понимании этого слова. У меня немножко другая генетика. Вплоть до того, что у меня даже, я могу всю ночь пить алкоголь, а утром пройти тест, дунуть, он ноль покажет. У меня кровь другого состава, она выжигает все наркотики, поэтому я курю как сигареты с 11 лет, и они, кстати, у меня абсолютно чистые и лёгкие. Так вот. А, да-да, я по-домашнему. Просто всю ночь сидел, размышлял, как лучше создать группу и кого в ней лучше подключить. И поверьте, у меня друзей очень много по всему миру. И все эти друзья наверняка сейчас думают, о, Влад, наконец-то проснулся. Да, отсыпался долго. Блин, ребята, долго. Правда, вот после смерти отца пришлось отсыпаться целые два года. Я отоспался, я выспался, и я заряжен, и я готов действовать, и готов, в общем-то, вас через Байер Динамик радовать. Байер Динамис. В группе в основном алматинцы и октаусцы, и, ну, в общем-то, огромное количество москвичей, моих друзей, Валера Парамонов, компания Ви Саунд, Игорь Яковлевич Крутой будет присутствовать незримо, Ревзин, здесь же в группе должен быть, по идее, я его добавлял, Саша Рева, сейчас я буду постепенно добавлять людей, пригласительные ссылочки, и, пожалуйста, распространяйте это, хорошо? Мы сможем замутить этот фестиваль, если сделаем максимальное распространение информации предварительно. Чтобы народ на это клюнул, надо сначала создать что? Красивый кипиш. Вот красивый кипиш мы создали. Вот теперь этот кипиш нужно подтвердить делами. Каким образом мы это сделаем? Распространяя эту информацию, мы создаем большой, достаточно большой, качественный эгрегор. Разумеется, этот эгрегор будет увеличиваться, как снежный ком, передавая другую информацию. Сейчас, сами понимаете, все в интернете очень легко делается. Поэтому, чем больше будет распространена информация об этом фестивале, фестиваль пройдет с 1 мая по 21-го закрытия. 20-го день Тельца, 20-го мая, я родился 20-го мая, Кушербаев, Крюбек и Рейш, 20-го мая, Гоша, Куценко родился 20-го мая, и огромное количество моих друзей, с которыми я сотрудничаю, сотрудничаю, не работаю, я ни с кем не работаю, я вообще не знаю, что такое работать, я знаю, что такое служить, я знаю, что такое трудиться. Антон Буланов, тебе респект, кстати говоря, за логотип РЖД. В логотипе РЖД зашифровано красивое слово труд, если вы внимательно посмотрите, вы это увидите. Кстати, Антон Буланов тоже в группе. Здесь же в группе Владимир Пирожков, будет добавлен чуть-чуть позже, человек занятой, Московский институт стали и сплавов, технический дизайнер номер один в мире. Кто еще в группе? В группе Эльмир Актайевич Алиев, это Кампус Кунцева 2, это Илья Рагимов, это Леша Чубайса добавим, тоже сейчас потихонечку начнет добавляться, и вот эта вот пирамидальная структура, она, собственно говоря, и выстроится через какое-то время. Смысл пирамидальной структуры прост, все у нас принципиально, это самая прочная конструкция, наверху пупок сидит, типа я. Совет, я автор идеи и наблюдатель, то есть глазик в пирамиде, это я. Я просто наблюдаю, я там не вмешиваюсь в процессы, подо мной совет директоров. 12 человек, я 13-й сверху, то есть я как наблюдатель, блокирующий пакетами, я имею только право вето, я не могу нахаренно все менять, только потому что я так захотел, мы принципиально делаем это все очень правильно. Индиго Бэй, если вы обратили внимание, в логотипе зашифрованный, А и Би, то есть 1-3, а если соедините, это В получается, Влад, ну как-то там символики много. Это, мягко говоря, шаманские подходы к процессам. В группе, опять же повторюсь, левых людей нету, все мои друзья. Друзья, знакомые, кто меня знает давно, и со мной знаком лично. Тех, с кем я лично не знаком, я в группу сам не добавляю, их добавляют люди, которые лично знают меня. Поэтому принцип шести рукопожатий, он в общем-то работает. Я думаю, подключится Джеймс Кэмерон через Челенгарова Артур Николаевича, вместе с Джеймсом Кэмероном подключится вся, в общем-то, прогрессивная киношная тусовка. Стивен Сигал, мы с ним хорошо и лично знакомы. Мирель Петити, кстати говоря, Мирель Петити сказала мне как-то, говорит, Владик, если ты пробежешь в Казахстане, чтобы в октау легализовали казино, я через своего отца заведу сюда все казино Монако. Вообще в лёгкую. Мирель, I'm ready. I'm ready to go. Please. Send you a special... Как приглашение по-рубейски? Забыл. Короче, специальное приглашение. В общем, Мирель Петити, она в общем будет в курсе всего происходящего. Так или иначе, в курсе все президенты, потому как мои каналы отслеживаются и всё это передаётся ноль первому, а мой канал, YouTube канал, где размещаются практически все ролики, он создан, в общем, с одной единственной целью советовать. Я снимаю фильмы, тем самым подаю какие-то там идеи, советы, и худо-бедно это воплощается. Так вот, самая главная цель фестиваля сконцентрировать все самые кайфовые проекты на территории Мангестауской области, на территории Мангешлака. Мангешлак, он же Мангешлак, тысяча кислаков, он же Мангестау, это Мангестау, тысяча зимовок, или Мангестау, Мангестау, девочка, Тау, гора тысяча девушек. А по сути это земля обетованная. Шакпа-ката, Шакпа-ката, это то самое место, где родился пророк Иса. В форме латинского креста, там все нормально, там египетские все символы, все эти арабские вязь, которые там наводилы, это все появилось относительно недавно. Я Шакпа-ката помню совершенно другим, когда еще был ребенком, мы с отцом, когда его изучали, нашли Шакпа-ката, не было там еще ничего, вот этих ни наводилов, ни лестниц, ничего не было. В Шакпа-ката кое-что лежало, кстати, внутри. Не буду говорить, что там, много чего лежало. И краска была, в общем, это то самое место, где, да, 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 он сам Иисус Найзарей. Он не сын плотника, он сын царя Давида. Все в порядке, ребят, расслабьтесь. Земля обетованная, это там, где обитает обитатель. Вот ее поэтому и назвали обиталанная. К Израилю это никакого отношения не имеет, к еврейской культуре, собственно говоря, тоже. Ну, к так называемой современной еврейской культуре. Хотя я, в общем-то, из рода Рувимова, я, по сути, старший сын Иакова, Иаков, мой папа. мы с ним это уже давно как бы людям пытаемся объяснить, но вот Иаков, он же Владислав Евгеньевич Козлов, его реинкарнация, увы, к сожалению, два года назад покинул эту игру. Хотелось бы, конечно, чтобы он до игры, до фестиваля дожил, но так получилось, об этом не будем сейчас. Но, тем не менее, его родовое место для захоронения это Шакпа Кота. И, если те, кто в курсе, мне помогут перезахоронить моего отца, убрать его с этого сатанистского кладбища, предать его камням, не земле, а камням, чтобы отец, чтобы дух и душа, точнее, его дух обитал здесь среди всех наших святых, чтобы и Бекет, и Шопан, и Шакпак, и Султан, и Мамбет, и Караман, и так далее, и тому подобное, чтобы они, ну, они отца очень любят, и отец их любил, они всегда общались каким-то загадочным образом, отец все-таки с ними общался. Ну, и я тоже. Нет-нет, там, бывает. Всех-сех веток не раскрою, вам это не нужно. А ты еще очередную кукушку на меня повесить. Доктор, вы знаете, мне кажется, что по мне крокодильчики лазают, крокодильчики лазают. И доктор, а что же вы на меня-то их бросаете? Вот, чтобы этого не было, я крокодильчиков своих на вас бросать не буду. У вас, у своих, своих крокодильчиков хватает, поэтому, думаю, что, если мы объединим наших крокодильчиков, получится знатный, такой, матерый аллигатор. Вот, собственно говоря, символом, кстати, символом фестиваля мы выбрали черепаху. Да, черепаха. Наша, среднеазиатская, ортодоксальная, такая вот замечательная черепаха. Но не забывайте, у нас есть еще водоплавающие черепахи в озере Саура. Специалистом по всем гадам и рептилиям у нас, естественно, Марк Пестов. Он тоже будет сейчас добавлен в группу. Я еще просто не успел всех добавить. Ну, как бы уже шабаты работать нельзя, но это для меня не работает. Когда вы видели, чтобы я работал? Нет, 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 я служу. Я служивый, я на службе. Поэтому я служу Отечеству, служу народу, служу себе, своему роду, на роду. На роду мне написано служить. Вот я, собственно, и служу. Так что сарин на кичку, адгемахна бдер хостем, нишизм, их дочин золь датм. Я, я, я. Тафайте, сделаем это вместе. Поэтому я новый прусский, софусь йокурт, от меня вам 7 йокурт. Пап, но я попишать, попишать, на лютей наишать. Смотался, прибежал назад. Театрал, ребята, ну, театральная школа, что тут поделаешь. Сначала станция Вольвишлаг, потом Саратов, Тюнс, Саратовский, Собиновская консерватория, Слобовское театральное училище, там же Олег Янковский, там же Табаков, там же Евгений Леонов, все нормально, мы из одной тусовочки. Я потом работал в театре юного зрителя у Бориса Натальевича Преображенского в Алмате в Тюзе. Нет, нет, не актером, нет, нет, я по технической части больше, в актеры я не лез. для того, чтобы залезть в актеры, надо иметь прямо дикое желание стать актером. Мне зачем становиться актером, если я актером родился? Вот на свет появилось дитя, очень странные, ножки кривые, а полно восхищалась родня, туродицу смеялись другие. Что за внешность досталось ему карапузу со взором игривым? Лишь сестра разгоняла толпу. Ничего, брат, ты будешь красивым. Но пацан сам сидя на уме, не замкнувшись на собственной рожей, у дороги сидя на трубе, гробко лаял роскошных прохожих. Много лет протнеслось с той поры Влад Коза со взором оралейным дважды, даже трижды муж и любимец толпы, а полно восхищались другие. Помню, было и ему 35, эта сестра написала мне, когда мне 35 исполнялось, помню, было и ему 35, длинноногого мула не стройнее, стал стихи воню, песни писать, задружился с поэтом Андрею, рот откроет, умом полыхнет, рот закрыл бы, да не закрывает, говорят, про него балабол, а может я не, да хрен его знает. В общем, сестра, тебе рахмет за эти стихи. Так, ребят, что еще хотел сказать, чем больше мы будем кайфовать сами, тем больше будут кайфовать все остальные. И амбассадором, музыкальным амбассадором фестиваля будет Ильюша Зудин, человек, который написал песню «Там, где рождается солнце». Я снял ему видеоклип и 20 мая, на собственное день рождения, в 13 году, во время съемок этого клипа, на Жигалгане благополучно умер. Не знаю, сколько там по времени реанимировали мою тушку, но в общем, когда ее реанимировали, Славика Козлова там уже не было. Славик Козлов умер. Вот он. Вот его фотографии. Вот это вот Славик Козлов. Вот он. Вот он. Пацанчик какой-то смешный. А, сейчас подожди их покажу. А, я бы закрепил. Ну, ладно. Это Славик Козлов. Тот самый малыш сам себе на уме, который не запнулся на собственной рожей. Вместо него появилась другая сущность по имени Тот Атлант. Тот самый Атлант. Ну, вот я вот тот самый. Трижды рожденный, гермистрисмегист, бла-бла-бла, иконостический гермистрис Христос. Ну, в общем, он играет не через одно тело, а играет через несколько тел одновременно. Вот через меня на Жигалгане он переродился, вылез, проклюнулся, посмотрел. О, прикольно. Давайте поиграем, сказал он. И давайте поиграем. Вот. И вот давайте играть. Я не страшный. Ну, Бафомет немножко бывает. Ну, я ж козел. Я ж козел. С большими, красивыми рогами, такой, с факелом на башке, освещающим путь за лучшим. С Ольвы Куагула. Мудр-то, кстати, посмотрите, у Бафомета какая мудра. Она же не вот такая. Не иисусовская. Мудра. У Иисуса какая мудра была? Он соединял кого? Брамина, большой палец, и шудр. Это иисусовская мудра. Вот она. А у Бафомета мудра очень правильная. Два пальца прижаты. То есть, неприкасаемые и шудры. Ну, как бы прижаты и под контролем. Ой-ой-ой, что это было? Что это было? А, неважно. Экран решил погаснуть неожиданно. Как наверху, так и в дизу. С Ольвы разжижай, Куагула сгущай. Почему козел? Умнейшее животное. Антропоморфное, так сказать, его внешность говорит о том, что мы, в общем-то, чуть-чуть козлы все. Слава Богу, не бараны. Именно козел ведет баранов на бойню. Но я не тот козел, который ведет баранов на бойню. Я козел-затейник. Такой веселый, добрый, но опасный. Когда допекут я опасный, я могу их под столу кулаком. Ну и ты пытаешься этого не делать. Людям вот так плохо живется. Зачем их и без того несчастных лишний раз подвергать духовным и душевным пыткам? Так хреново живется. Да, кстати, по поводу того, что меня многие обвиняют в дьяволопоклонничестве. Ребят, если бы я был дьяволопоклонником, я бы вот это на руке носить не смог. Ни на груди, ни на руке. Этот крестик я получил в дар от патриарха Киевского и всей Украины, отца Владимира. Был освящен во Владимирском кафедральном соборе в 14-м году, в августе месяце, прямо вот буквально перед началом Майдана. Он полежал на алтаре. И там сзади очень особенные румы на этом крестике. Вообще, я крестился во Владимирском кафедральном соборе первый раз в 91-м году. Меня крестил патриарх Киевский в Сия Руси Алексий. Да, да, да. Так что, покрещен я был Алексием, а перед, когда мой старый алюминиевый крестик на Жигалгане, ой, сори, на голубой бухте, в бухте Индиго, Индиго Бэй, это бухта на 43-м километре, она эскивала. Самая красивая бухта. Когда море, тот крестик у меня слезало, просто переточились уже старенький крестик, обычно алюминиевый маленький крестик у меня был, на веревочке висел. И когда я понял, надо ехать за Новым. Я прилетел в Киев. Беспилотники покупал у ребят, великолепные, кстати, беспилотники, прям на немецких мозгах, Энн Гюзель, прям Энн Гюзель, Эпсидуния, это вот ребята из Днепропетровска. А мне делали под заказ. Ну и заодно с Юлией Малыш мы устроили фотосессию в студии «Белый чемодан». Великолепную, прекрасную сделали фотосессию. Вот потом с Юлькой поехали во Владимирский кафедральный и вот, собственно говоря, там я и был перекрещен отцом Владимиром. Он лично крестик освещал, он лично над ним колдовал. Но все-таки не забывайте, что любая религия это все-таки магия в первую очередь. У нас-то православная, а не христианская. Я не христианин, не-не-не, я православный. Все, с покухой, расслабьтесь. Я Рувим из рода Рувимова, плюс я православный, плюс я буддист, каббалист, что там, мусульманин, христианин, я все за кучей, все одновременно. Не бздите, я к религии отношусь нормально ко всем. Ну, один из методов как бы людей привести хотя бы вот близко, поближе чуть-чуть его пипл подвинуть к божественности мироздания, а потом уже сами разберетесь. Просто не заигрывайтесь в религии, ребята. У нас есть же как бы первосоздатель, первотворец, вот ему как бы все рахметы, рахметы, только рахметы, не надо его ни о чем просить. Он и так дал больше, чем мы заслужили. Так, но сколько я там уже говорю? Целых 34 минуты, по-моему, до хрена. Поэтому за себя раскладываюсь, распространяйте информацию, все дальнейшее будет происходить ровно так, как мы этого пожелаем. Еще-таки опять шаббат шалмон. Люблю вас всех, ребят. Пока. Давайте сделаем это. Just do it. Редактор субтитров субтитров